Это искусство. Нужно было обсуждать, что он делал, как он делал. Мы позволили утверждать и соглашаться с Николаем Али, что от эпидей – это искусство. Это искусство воскипает ребенка. От эпидей произошло от рейер-реческих камней, прямой, правильный и обратите внимание, восстание и ребенка. Можно здесь объединиться, скажем так, воскипает. Это произведение, изучающие профилактику, диагностику лечения обращения наоборот и юридовного аппарата. Число самых проблемных заболеваний наоборот и юридовного аппарата относится и к геопатическому стереозу. Попробую это, правда, нам не делать, показать вам нашу точку зрения. Но сразу в конце дни, вкуса, это очень четко объединено в рамку, что залог успеха решения этой огромнейшей проблемы в междисциплинах и сабудичестве. Я думаю, что вот как раз тема нашего симпозиума, программа наша, как раз и нацелена на междисциплинах и сабудичества. Скореводская распада, в первых раздель, Скореводская франция позвоночного столба, она является тем крестом, который не все человечество, потому что он встал на свои прямые ноги. О том, что есть программа с позвоночного столба, воспринимается еще в древней египетской партииуса. Первый, кто описал, дал научную картину скоревоза, это был Гиппократ. Он описал научную картину, но он очень четко объединял, потому что это процесс. Название скоревоза дал два приколета, не фронтическому скореводу. Но, в словах, идеопатически, это не длежит аминтажу Гиппану, которое буквально было только в конце 2019-20 века. Лечение скоревоза всегда вызывало интерес, всегда вызывало повышенную реакцию со стороны врачей. По временам, не по правде. В среднем веке наши консенсивы. Я думаю, что в рамках нашей сессии на нас здесь будут выступать. Мы имеем еще огромный опыт применения кассеты в рост сегодняшнего дня. Ну, к сожалению, 20 века, где дорога активной хирургии, где больное приедение, от развития хирургии, но, тем не менее, на сегодняшний день бытует, предваривая точка зрения, что это на теле хирургическому лечению скоревоза нет. Но, с другой стороны, позволю сказать свое точку зрения, надо еще. А не теряемые время, воспитывая ли мы, добирающие показатели к хирургическому лечению. Наверное, надеяло все, чтобы не допустить в город такого состояния. Итак, спироз фактов, когда уцерновеков еще результаты. Что такое спироз? Думаю, что все у вас вызывают улыбку на этот слайд, но, сколько вы не спросите специалистов, не спрашивайте специалистов, в этом случае всегда мы будем с самой разной точки зрения. Это средства, которые изучают страны. Скуроз, первый продукт, он полиэктизиологичен, но при этом он моноформен. Коми-центрозов, это трехвискосная деформация прохроночного слона. Самые разные диалоги, но они заканчиваются одним. Всего лишь трех плоскостных реформаций прохроночного слона. Эволюция. Вот где самая большая проблема и биопатического стрелоза. Это его предыдущие страны. Может, он всегда предыдущий, но, наверное, нет. Но единственный дискоррный факт, который будет эту связь с процессом взрослым. Вот здесь объединить, можно сказать, основные парадоксы биопатического стрелоза. И здесь, дисконтическое прохронно, но частота его не меняется уже на протяжении многих тысячи лет. Он монофолен, но поле терроричен. Это трехвискосная деформация подзвоночного слона перед самых разных заболеваниями. Но при этом заболевание это и не состояние, поскольку, высказать еще одна парадоксерная мысль. Это самое изучаемое нарушение на поводу биопатического аппарата. И для этого 80% всех стрелозов. Всех стрелозов. Это идиографические стрелозы. То есть стрелозы сами по себе. Прогрессирование стрелозы, которые самые простые черта, всего лишь у 25% детей в любых случаях. С другой стороны, 25% детей со стрелозы, даже стрелозы 25% случаев, никогда не прогрессируют. Лечение. На сегодняшний день лечение всех симптоматических, что консервативных, что хирургических. Консервативно, длительный мир гарантии, а хирургических эффектных, но 100% переговоров. Поделезий не есть только один дискомпорт. Это связь с процессом роста. Вот и самая замечательная проблема в органахивиданного аппарата. Для сегодняшнего дня установлено огромное число звеньев патрии ДНС и геопатического стрелоза. От шеркалитной железы, синтезирующей его гранью, до телопозволкового посткальтания. По большому счету я могу представить это в виде пазла, задавка пазла. Вот из деталей пазла нужно собрать свою картинку. Огранахивку стрелозы не все одинаковые. Стрелозы бывают лордо-стрелозы. Это стрелоз девочек, высоких, длинноногих, красивых. Это лордо-стрелозы. Но есть стрелозы, еще и типа стрелозы. Это другая, то, хрусткостная детопация. Это стрелозы мальчиков. Стрелозы, когда выражены гипотические компоненты. Депернационная гернацизм с катаблицей вот этих двух видов стрелозов. В особенности кипострелоза в том, что он не тотально прогрессирует. Стрелоз это тренциатом. Основаннее всего этого в нашем центре в российской нации Академии. Мы позволили себе утверждать, что стрелоз это тренциатом реакции организма на несопряженную проблему рост и его мозга и его костного пудляра. Если недостаточность костного пудляра вызывается гипоскориоз, если избыток костного пудляра вызывается лордо-скориоз. Дефекциальный диагностический бизнес является направление технологической ротации. Конвекс сайта отрекшен или конпейс сайта отрекшен. Стандартные и наличие нестандартные. Помогли нам возобразить в этом вопросе такой принцип Шерингтона. Принцип Шерингтона звучит, что чтобы таковый процесс не происходил в руководящих директивных системах, конечный ответ будет в самой единственной, последней, но всегда одинаковой точке. Генерализовый человек Шерингтон может регуляр 22-го года сплошная отомода нейрон спирном мозге. Это может разразиться с цепной реакцией, но только наоборот. Цепная реакция начинается от одного разрушающегося атома, а сквозь это наоборот. Под много и отмороз по причине как одной конденсаторной реакцией. Позвоночный столб сейчас обментируем нашу позицию. Позвоночный столб расходят анатомно-физиологический комплекс, который включает в себя две ткани, мезодермальный позвоночный столб и эктодермальный спинной мозг. Когда происходит нарушение содержанности роста, я сейчас речь идет по типичному скривозе, по типичному оборуду скривозе. Первое, что происходит, это использование физиологического резерва, который заложен в физиологическую изгиб, то есть физиологический кифоз, в основном сейчас в мире физиологический и грубой кифоз. Происходит в этом случае лодозирование, появляется тот самый признан, который ортопеды знают, и вестящие прекрасно знают, но они не любят эту плоскую спину, хрэпбэк, которая всегда вызывает, но в день места этого хрэпбэда. Нам удалось, нам удалось удача, и нам удалось найти это место. Второй этап компенсации различной длинности в новом мозге и в космосном и вороночном столбе, это законы биомеханики, законы, которые используются в том, что происходит скручивание длинного отдела, то есть колонны исущей, колонны стерка зонку, вокруг оси, вопусте нового мозга, поворачивается весь на зону, но обратите внимание, в этом случае поворачивается и смещается, происходит десерферизация, департ параллельность, это нарушается параллельность разрушения плечевого пояса. Это вызывает уже реакцию второго типа, возвращение плечевого пояса в среднее положение. В любом случае работают мышцы спины, мышцы ротаты, мышцы мотивидиум, мышцы 7, наверное, 7, на 1 мышцы по растительной мышце. В результате такой департ сначала пульси, а потом департ уже возникает кондициональный удар. Следующий этап очень прост. Это замок электрофорка. За причиной несовершенности не играет никакой роли. В этом случае развивается плечевый и развивается молочный куб. Янсоц в свое время очень внимательно передавал его значения, говорил, что у него не было информации о предыдущих доклинических этапах. Поэтому вот среди этих деталей базовой возникает такая образуется эта картина. Мы можем рассматривать картина по-третьему, чтобы она была привеснее. Вот она такая и аккредит. Мы настаиваем, что существует три этапа развития склероза. Первый доклинический этап развития профилактики. Вот в первую здесь позволяющий говорить о профилактике идиоматического склероза как акта кового. Профилактике непрогрессивной, а именно склероза. Второй этап, второй столбик, это этап генетического лечения, когда склероз уже состоялся. Здесь главная цель и задача это остановить провисующие течения. И наконец третий этап развития склероза это пороч его группа. Это самоподдерживающийся процесс. И здесь в этом моменте уже надо все силы бросать на то, чтобы остановить рост, потому что рост является тем двигающим механизмом в развитии самоподдерживающей реакции. Итак, мы настаиваем, что все склерозы относятся к группам к ромонально-стинально-центрально. Это три основных причин, которые могут привести к несопряженности в протокольном росте подрацепленного мозга и постного позвоночного клубяра. Этот комплект и будет в ответ на этот комплект и будет тот склероз, который может приезжать как группа искусственная информация. Я бы как очень короткий фильм, как это происходит для человека. Это доставлено для моих развития. И все это описывается в математическом форме. И так в вашем моменте это математическая модель позвоночного стола, который от пол киркуального человека. киркульный человек. Имеет ненападный орган, независимостей. Замышленство послорной аналогичной организации. Он исправит себя после замышленства отсутствующего мышления, и спинной мозга. Росток замышленного солдата – обычная ювелирность. Это происходит ежедневно. Ночью ребенок растет, но это не помешается. Будет коррекция ночного большого волшеба. Но если этот процесс был безумным, по самым разумнейшим разумеющим, нарушает его анализия человека. Он может упасть. Нет, инфекарное хождение человека не позволяет, оно считает, что он может реализовывать учителя, 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 учителя. Вот бесконечное беспредельное искрыто просто после инфекции. И больше всего. ечет, учителя, 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 учителя сấtя, учителя, учителя. У человека наблюдается одной механизм, совершенно другой системой выключение. В сих пор эскалистике Это связано между собой, и это связано между собой коэффициентом е, коэффициентом да, но здесь есть первый случай, длина а и длина с. Так же размеры, длины, разы, разы. И иногда это возможно соответствовать и муку оборудования. Если мы начинаем проверять математики, значит это очень сильно. Первый этап, повышение характера активности мышц и физической облеги. The first stage is the muscles become more electrically active in the upper zone, and after when the physiological reserve is already used, the spine is twisting, it's rotating, and the pulse and the chest is rotating, the upper zone that takes place the movement and the inner movement, it comes to the momentum of intense electric activity, the muscles at the top of the arch, and that takes place the return of the shoulder girl back into the hittory position. Next comes the third stage. Fast growth of bone tissue, and the form of Newton-Fortman deforms this. See, this hump is caused by that. We had a discussion with young students, the mathematicians who were solving this problem, and they were surprised why such deformation of Ribze takes place. All the materials are now presented in three works from the years 9, 11, and 13, the works on idiopathic scoliosis. The last one was published a week ago, so they are available. So, for the first time, we can talk about prevention of idiopathic scoliosis, AISS. What is prevention? It's the number of measures aimed at making things better. That's the determination of the issues of scoliosis. For them, prevention was started yet by Mr. Erisman, Friedrich Erisman. He was born in Switzerland. He worked in Russia and fooled the school of hygiene. Here are his principles. We should teach the child to sit at school correctly. Let me assume, and many people agree with us, children have scoliosis not because they sit incorrectly at school, but vice versa. They sit incorrectly because they already have their scoliosis started. So, there are three forms that, first of all, we should know the ethnology and the diagnosis. We should be able to do more of the diagnosed diagnosis, and we have to use adequate methods of prevention and correction. What does it mean? The early diagnosis, you see, these three stages. First, the flat back, then the rotation of the corpus and of the poly. And we have greatly agreed to diagnose that subclinical stage. And finally, the rotation of the shoulders up into the eddish muscle. That's already the scoliosis. There is the deformation to check this phenomena. Now, what we can do to say to have the improvement to end. And at the initial stage of scoliosis development, let me add to the previous slide. At that very first stage, flat back. And at the initial stage of scoliosis development, let me add to the previous slide. So, what we can do to develop scoliosis or not. Far away from Zimbusburg, in the city of Peru, they have controlled 500 children. They were studied in May of the year 10. Then they were examined in May of the year 11, and then in the month of December of the year 2011. It's not so easy to read this table, but the conclusion is there are not many modifications taking place. And that's one of the mistakes that is made at mass examinations. The boys and girls have same symptoms with same frequency. But when they've personified each child in May of the year 10, and 11, and December, have a look. They were urged from one group to another groups. If they were identified in the same group, they broke into X-Fru. They were virmetic eye areas, and they were progressed into X-Fru. They committed to X-Fru. And now they did not take place. They are done with X-Fru. They would contract to X-Fru. In different형 groups, they got red, the same group. With one group to the other groups. They captured the same group. They were judged. And they lost their same group. Believe in X-Fru. If you have a look, they found a more difficult symptoms. Basically, you can see X-Fru. In the case of X-Fru, they had more difficult symptoms in X-Fru. They are often in X-Fru. When the war becomes, the initial deformation, just disappeared. Seems like the signs of 3D deformation were becoming actually using C and this wonderful green and so our understanding Продолжение следует... 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 Продолжение следует...